здравствуйте в эфире передачи новости недвижимости июльский выпуск сегодня не буду говорить много про статистику просто скажу в общем как обстоят дела на летнем рынке недвижимости в торонто и в округе немножко есть такое охлаждение многие газеты и специалисты говорят не началось ли охлаждение тотальное охлаждение рынка на мой взгляд это временное охлаждение которое происходит каждое лето почему то что люди вышли из локдауна появилась хорошая погода люди поехали отдыхать поехали на коттеджи сейчас еще объявило правительство что те кто получили полные вакцины могут ехать и приезжать страну без карантина все решили использовать этот момент это затишье чтобы как-то немножко отдохнуть эти два года были он для нас тяжелыми согласитесь неправда и что происходит сегодня следовательно байеров стало меньше на рынке но и сцеллеров стало чуть меньше на рынке поэтому рынок стал более уравновешенный теперь нету этих сумасшедших количество офферов как по 10 15 20 офферов тем не менее все равно бывает и 2 и 3 и 5 офферов и на может быть без оффера например вот выходные лучше всего часто покупать потому что выходные все люди где-то на озере так было кстати в лонг уикенд и сейчас вопрос в это временное явление или в сентябре все вернется многие говорят мы скорее все уже вышли с пандемии люди вакцинируются идем полным ходом но появляются новые разновидности вируса мы видим как во многих странах уже объявили о закрытии в израиле начался опять подъем в австралии закрыли сидней в англии закрывают то есть опять начинается вот этот возврат постепенный и как нас и предупреждали это будут волны и четвертая волна принципе уже не за горами скорее всего это будет осенью сколько это продлится никто не знает мы когда вошли в этот локдаун если помните в марте 2020 года думали что временно все испугались думали недвижимость сейчас полетит вниз а произошел парадокс недвижимость наоборот пошла вверх почему это происходит главная причина то что обесцениваются деньги а недвижимость всегда считалось тем фактором который сохраняет ваши деньги людям всегда нужно будет крыша на головой а так как все увидели что печатание денег сегодня даже никто это не скрывает универсал инка всем раздается серби или вот то что происходит стимулус в америке деньги раздаются налево-направо и все люди не слепые они видят что печатаются деньги правительство может сама решить сколько напечатать деньги чтобы оплатить вашу работу это парадокс то есть деньги ничего не стоит эта бумага а что стоит стоит hard assets это дома это золото это то что мы можем пощупать еще появилась например криптовалюта почему она привлекательна для многих потому что она не привязана к экономическим системам и например такие валюты как биткоин они конечные также как и золото поэтому люди по-другому распределяют свой капитал посмотрим даже на рынке ценных бумаг они тоже рекордно летят вверх они уже не падали наверное больше 10 лет практически то есть они все время растут 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 это не может быть бесконечно в какой-то момент будет очень сильный крах биржи это может произойти завтра это может пройти через полгода через год но крах биржи неизбежен как это подтянет за собой недвижимость может потянуть может быть частично потянуть но эти деньги могут прийти в недвижимость тоже это опять же мое личное мнение. Что же еще происходит у нас в экономике? Сейчас многие страны заговорили о универсальном доходе. Универсальный доход это та сумма, которую дает государство, как Сербии, например, которую в Канаде или как стимулы в Америке начали говорить многие страны и некоторые уже города или там районы разных стран, как в Испании или в Англии, решили провести эксперимент и начали это практиковать. То есть дают сумму денег людям, чтобы они имели деньги на проживание. Об этом писал еще Хомодиос Вальгарари, когда он сказал, что 45% людей останется без работы. Для меня это оказалась дикость. Непонятно было, как это может произойти, хотя мы знали, что многие специальности исчезают. Но никто-то не предполагал, что это исчезнет из какой-то маленькой субстанции, как коронавирус. То есть коронавирус изменил нашу жизнь. Наша реальность поменялась и поменялась если не сказать навсегда, то на очень долгое время. Скорее всего, это и навсегда. И те новые вещи, которые вошли в нашу жизнь и скорее всего никогда не исчезнут, например, даже ношение масок. Ношение масок теперь будет много-много-много лет. То есть даже если когда скажут снять маски, все равно многие люди не снимут. Все равно будут некоторые места, где нужны маски. В самолетах, мне кажется, будут теперь всегда маски. Это одна вещь. Вторая вещь, которая принесла эта пандемия, это возможность работать удаленно. Давно об этом говорилось и многие компании тоже практиковали. Сегодня это сделать в массовом порядке. Третье, это образование. Обучение стало возможным онлайн. Многие университеты, которые являются бизнесами, будут перестраиваться. И тоже это много повлечет за собой изменения, потому что теперь нету границ. Когда многие специалисты говорили, что обучение может быть бесплатным, потому что в гугле сегодня все есть, и это является правдой. Сегодня можно зайти даже в Гарварде и заказать себе курсы и взять их абсолютно бесплатно. Поэтому обучение меняется тоже как фактор. Все эти вот факторы меняются и меняются навсегда. То же самое касается тех специальностей, которые исчезают. Например, Uber вытесняет таксистов. Работа онлайн, самая крупная сегодня торговая сеть это Amazon, которая вытесняет большие моллы и другие большие монстры и магазины. То есть все-все-все меняется. И вот эта практика локдаун, мы увидели на себе, что это настолько просто и спокойно правительству решить, что вам делать. То есть взять и закрыть, закрываем. Открыть, не открываем, неважно. То есть вы ничего не контролируете. А что вы можете только контролировать? Только то, что вы можете контролировать. И поэтому я говорю, надо перестать говорить, тот правитель плохой, этот правитель не такой. Вы все равно ничего не измените. Все, что вы можете изменить, это изменить только свою жизнь. И поэтому то, что я советую людям, займитесь своим, прежде всего, самообразованием. Читайте побольше, читайте книги, читайте в интернете разные статьи, посещайте вебинары. Я провожу очень часто вебинары. И там начните понимать вообще, что такое вообще понимание свобода. Я не говорю, что свобода — это стать миллионером. Например, недавно говорили про Эллен Маска, да, какое у него состояние. Сказали, что если вы будете зарабатывать 10 тысяч долларов в день, каждый день, на протяжении времени с начала строительства пирамид в Египте, то вы заработаете только 15% в состоянии Эллен Маска. Парадокс, да? Я не понимаю вообще, нужны ли ему такое громадное количество денег. Я не говорю про эти деньги. Я говорю про финансовую свободу. А финансовая свобода — это не CRB, это не универсальный инком. На него можно только влачить такое жалкое существование, чтобы только не умереть с голоду, как говорится. А я говорю о том, как создать вот эту экономическую свободу, чтобы деньги начали работать на вас. И я скажу даже больше парадокс, чтобы банки начали работать на вас. Не обязательно даже иметь деньги для этого. Можно купить и без денег. Опять же, у каждой своей ситуации, у каждой своей стратегии. Это можно построить для каждого индивидуально. Поэтому у меня есть постоянно возможность записаться на индивидуальную консультацию, и мы строим стратегию, которая подходит именно вам. Но в принципе, я вам скажу, измените, начните изменять свое сознание. Как сказал Киосаки, трансформация от бедного к богатому происходит только тогда, когда происходит трансформация вашего мышления бедного к мышлению богатого. Только это изменит вашу жизнь. Или другую фразу, которую он сказал. Многие люди никогда не выходят вот из этих крысиных бегов и не достигают своей цели только потому, что они не могут распознать те возможности, которые вокруг них. Поэтому я вас призываю, сядьте, задумайтесь и начните использовать эти возможности, которые вокруг вас всегда есть. И даже пандемия дала многим возможность подумать и переосмыслить, о чем вообще заняться. Некоторые люди начали инвестировать в недвижимость, некоторые люди начали инвестировать в криптовалюту, некоторые люди начали продавать онлайн. То есть люди используют эту ситуацию. Это правильно. Потому что надо подстраиваться к экономическим реалитям. Новый мир, новая экономика. Каждые 80 лет экономика делает громаднейший поворот. Громаднейший поворот. Это происходило, когда началась индустриализация и компьютеризация. Самый большой поворот был последний раз примерно 80 лет назад, когда была Великая депрессия, а за ним Вторая мировая война. Тогда произошел громаднейший поворот экономики, изменяя экономических законов и ценностей, стратегии. Сейчас назревает новый поворот. И он происходит именно сейчас, в наше время. Мы живем в уникальное время. И это время может дать многим оказаться здесь или оказаться здесь. Среднего класса не будет. Средний класс методически уничтожается. Забудьте это слово «средний класс». Забудьте то, что если вы идете просто на работу, вы теперь обеспечены. Никогда. Никогда вы не будете обеспечены, работая на зарплату. Это не значит, что не надо работать на зарплату. Но всегда думайте о чем-нибудь дополнительном. Инвестиции или еще какой-то дополнительный бизнес. Потому что на одну зарплату прожить практически будет невозможно. Уже сейчас-то сложно. И вот этот универсальный инком, и вот то, что сейчас происходит, вот это стирание класса, говорит о том, что остается громаднейшее-громаднейшее общество людей, которые не в состоянии будут никогда приобрести недвижимость. Никогда. Они будут всегда снимать. Что происходит, кстати, в Европе. В очень многих городах нет практически людей, владельцев недвижимости. Там все снимают. Это будет происходить и у нас. Уже в ближайшее время уже происходит. Поэтому есть люди, которые окажутся в этой части, которые будут только снимать, а есть те люди, которые окажутся в этой части, которые будут сдавать. Поэтому вопрос, опять же, где вы хотите оказаться. А что касается ваших детей, у них вообще нету шанса как-то преуспеть в этой жизни, если вы не дадите какой-то толчок и с финансовой точки зрения, купив определенное количество домов, которые можно передать по наследству, а также в их образовании. То есть учить их правильно мыслить. Потому что учить их, просто получить хорошую специальность, недостаточно. Нас в школах не учат правильно мыслить. Нас не учат правильно относиться к деньгам. Нас не учат правильно рассчитать налоги. Нас не учат правилами инвестиций. Нас ничему не учат. Поэтому не теряйте время, пока есть возможность, начните учить сами. Не бегите просто на озеро, чтобы покупаться. Это тоже нужно. Возьмите с собой книжку и почитайте. А книг есть очень много, да? Только было бы желание. До встречи в августе. Хорошего вам лета и хорошо вам отдохнуть.